Идея поддержать инициативные проекты граждан на местном уровне родилась еще в прошлом году, когда многие предложения горожан не прошли в областном конкурсе «Вам решать». Администрация Сарова разработала положение, в котором прописаны все критерии для участников. Они схожи с региональными. В конкурсной заявке нужно обозначить проблему, обосновать предложение по ее решению, предоставить предварительный расчет расходов, определить сроки и так далее. Всего в городском бюджете на реализацию местных проектов предусмотрено 30 миллионов рублей. Не более трех миллионов на каждый из проектов. Если проект будет предусматривать финансирование более трех миллионов рублей, соответственно, данный проект не рассматривается, если финансирование более трех миллионов рублей за счет местного бюджета. Но проект может предусматривать трудовое участие граждан и финансовое участие граждан. То есть это в виде инициативных платежей. В целом, положение о конкурсе поддержали все депутаты, но при этом внесли в него свои предложения. Например, некоторые народные избранники считают, что нужно снизить бюрократическую нагрузку на авторов проектов. В отличие от региональной конкурсной комиссии, местная знает все особенности территории. Поэтому детально описывать в заявке проблему и ее актуальность не имеет смысла. В идеале, в нашем городском конкурсе, можно было бы ограничиться только следующими документами. Заявка, где указать самую главную вещь, критерий, имеется проектно-смертная документация или нет. Заявка, поезды имеются, фотообъекта, подписи и гарантийное письмо об общественном кладе. Все. По словам Юлии Альшиной, сократить список конкурсной документации невозможно. Положение разработано в соответствии с федеральным законом. Обойти его требования на местном уровне нельзя. Что касается готовой проектно-смертной документации, то здесь большинство депутатов сошлись во мнении – она необходима. Мы всегда ограничены временными рамками. И, допустим, если я в позапрошлом году подавала поправку на разработку ПСД, то в течение прошлого года ее делали. То есть как можно, не имея ПСД, реализовать проект? Мы просто не успеем его в эти временные рамки. Если положение о конкурсе инициативных проектов утвердят в первой декаде апреля, принимать заявки будут с 15 по 30 апреля. До 30 мая подведут итоги конкурсного отбора. И уже в этом году реализуют проекты благоустройства за счет местного бюджета. Депутаты решили вынести проект положения на думскую сессию, до этого обсудив его на рабочей группе и внеся возможные корректировки. Также народные избранники не исключают, что положение изменится через год с учетом полученного опыта. Лидия Шулаева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.